Сегодняшнее воскресное Евангелие, которое мы сегодня слышали за Божественной Литургией, открывает нам очень важную суть о том, что кроме сил добра, существуют и силы зла, силы демонические и реально существующие бесы. Вот многие люди сегодня к этому относятся как бы без внимания. Жизнь идет сама собой, существуют какие-то болезни, какие-то аварии, какие-то несчастные случаи. Надо не забывать, что всем управляет Бог, но есть и падшие духи. И вот сегодня мы слышали Евангелие о Гадаринском бесноватом. И сегодня хотелось бы задать себе вопрос. Откуда они взялись? Ведь Бог ничего плохого не сотворял. Бог зла не сотворил. Он сотворил только все доброе, все добро, прекрасно, зело. Откуда же взялись эти силы зла? И вот тут мы должны, дорогие братья и сестры, внимательно остановиться на этом понимании, что если вот это мы поймем, для всего остального найдется очень понятное размышление и наш путь в дальнейшей жизни. Оказывается, Бог сотворил ангелов, небесных служителей, то есть служебных духов, которые должны были служить Богу в сотворении, в благоукрашении этого мира. Некий из них, возгордившись, увлек с собой еще треть ангелов, и из сил светлых они превратились в темные, мрачные, мерзкие, падшие. Извратили свою природу и стали ангелами тьмы, силами зла. Мы знаем о том, что дьявол искусил уже первых людей. Вот уже первое его действие. Адам и Ева ослушались Бога, послушавши дьявола. И за это прислушание они потеряли и вечную жизнь, и обрели смерть. И мы видим потом работу сатаны на первых детях Адама и Евы, Каин. Ведь Бог никому не повелел не убивать, не унижать друг друга. И вдруг брат на брата поднимает руку и убивает своего брата Авеля. Мы с вами читаем об этих влияниях на человека в книге Иова. Когда сам диалог библейский передается для всех нас, как дьявол приступает даже к Богу и говорит, вот раб твой, да потому он верен тебе, что у него все есть. У него есть здоровье, силы, хорошая семья, богатство. Ну давай это всем заберем. И Бог попускает ему. И он забирает у него и жилище, и скот, и мене, потом и всю семью, а потом и здоровье. Бог попускает для того, чтобы на примере праведного Иова показать твердость веры и упование на Бога, которое никогда не бывает посрамлено. И вот для этого Бог иногда попускает силам зла действовать в мире. И мы с вами знаем, сколько было бесноватых, сколько было изгнания бесов из людей в земной жизни Иисуса Христа, о чем и проповедано сегодня в Евангелии. Мы с вами знаем, что этот падший мерзкий дух, нечистый, дерзнул приступить даже к самому Спасителю, когда, искушая его, говорил, бросься вниз, сделай из этих камней хлебы. И если уже ко Христу приступает, то можно себе представить, какова роль падшего духа и сил зла в этом мире, и каково несчастное положение тех, кто этого недооценивает. Вот для того Господь и пришел в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола и избавить нас от греха, проклятия и смерти. Мне хотелось бы процитировать вам удивительную цитату, которую на своей домашней Библии я написал на первой странице, записанной из первого послания апостола Иоанна, третьей главы, восьмого стиха. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». И вот дальше святитель Игнатий Брянчанинов пишет замечательное выражение. Послушайте. «Если нет падших духов, то в очеловечении Бога не имеет ни причины, ни цели. Пламенея ненавистью к нам, христианам, они употребляют все средства к возбранению доступа на небеса, чтобы мы не взошли туда, откуда они не спали». Вы поняли? «Все делают для того, чтобы люди не взошли в Царство Небесное, откуда они были низвергнуты». Вот какое выражение я записал всякий раз для себя в напоминании. Решил сегодня вам, прежде чем приступить к разъяснению сегодняшнего Евангелия, эту цитату процитировать. Ну и мы слышим сегодня, как Господь после того, когда Он очень часто ходил по берегам Генесирецкого моря, оно бывает очень неспокойным, там как раз-таки бывал шторм, там где Христос как раз-таки после проповеди сел в лодку и отправился на другую сторону, то есть на восточную сторону Генесирецкого озера. А по пути вы знаете, что был шторм, и спал Христос на корме, а ученики, испугавшись, разбудили Его. Вы помните слова, которые сказал им Христос? «Что вы так боязливы, маловерные?» Неужели вы думаете, что Христос пришел для того, чтобы погибнуть в лодке, чтобы погибнуть в шторме? Что вы боитесь? Вот Христос каждому из нас говорит, что вы так боязливые, маловерные, где вера ваша? Потом встал, запретил ветру и бури, и сделалась великая тишина на море, что ученики, которые следовали вместе со Христом, задавали этот вопрос, кто это, что и ветры, и море повинуются Ему? Это наш с вами Христос, в которого и мы с вами верим. И если веруем, то не боимся. А если боимся, значит, еще не веруем. И вот когда он приплывает, эта лодка к Генесирецкому берегу, граничащим с этой гергесинской, гадаринской страной, там жил один человек, который был бесноватым. Вот в этом человеке было много злых духов. Он жил не среди людей, он жил среди гробов, как сказано в Евангелии, и прятался там. И вот он, этот бесноватый, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучай меня. Во-первых, бесноватый, откуда он мог знать, кто это перед Ним? Он называет его по имени, потому что в нем живут эти падшие духи, которые знают Иисуса Христа. Об этом нам пишет хорошо апостол Иаков. И бесы веруют и трепещут. Почему звучит это слово? Не мучай меня. Разве Христос его мучил? Разве он прикоснулся к нему? Разве он скрутил его? Разве он сломал этого несчастного, бесноватого? Он сам подошел к Иисусу и упал перед Ним, называет Его Иисусом, Сыном Бога Всевышнего. Смотрите, бесы исповедуют в Иисусе Христе, Сына Бога Всевышнего, а многие говорят, а я не верю. Это кто это, люди, которые говорят, а я атеист. Или я верю, что-то там в душе, в какую-то астрологию, еще какую-нибудь. Бесы веруют и трепещут, ответив на вопрос, а почему? Почему не мучь меня, говорит этот злой дух из этого несчастного человека. Чем мучил Христос? Своим присутствием. Там, где Христос, там радуются люди, там радуются и ликуют все, вся природа радуется, потому что Он творец этого прекрасного мира. И любящие Бога, они радуются. А тот, который не любит Господа, ты попробуй Ему только скажи, что-нибудь о Боге, о Христе. Не мучайте меня. Вот люди говорят, перестаньте мне говорить про вашего Иисуса. Это меня раздражает. И что происходит далее? Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что Он долго, долгое время мучил Его. Так что Его связывали цепями и узами, сберегая Его. Но Он разрывал узы и был гоним бесом в пустыню. Иисус спросил Его, как тебе имя? И Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в Него. много было в этом человеке падших духов зла, потому и творили с Ним, что хотели. Дорогие мои, я хочу вот сегодня, в этот воскресный день, напомнить вам об очень важной составляющей, которую я попрошу вас не забыть и передать своим детям и всем своим родным и близким, что если бы Господь не сохранил нас, а вот знаете, как бесы просят, позволь нам войти в Него, в Него, вот в Него, вот в Него. А Господь не позволяет. А если бы позволил, то с нами было бы то же самое. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. И Христос позволяет им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо скрутизны в озеро и потонуло. Не удалось. Не удалось погубить этого человека. Ну, кого ж хоть погубить-то? У них одна цель – губить. У бесов, пленников не бывает. Они в плен не берут. И вот когда пастухи, видя происшедшее, побежали, рассказали в городе и в селениях и услышали, люди вышли видеть происшедшее и придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Представляете, как надо было обрадоваться, да, увидев этого несчастного человека, тем людям, которые ловили его, ковали его, связывали его. Это человек, наверное, семь-восемь, должно быть, крепких мужчин, чтобы его скрутить хотя бы, хоть заковать его, чтобы он сам себя не разбил. И он теперь сидит спокойный, одетый, у ног Иисуса и смотрит на него радостными глазами. Как бы надо было обрадоваться, но нет, что происходит? Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, а люди гадаринские просили его, весь народ окрестности, удалиться от них. И Христос видит, что Он-то им не нужен. Жители гадаринской страны той и окрестности той нуждались в свином мясе больше, чем в божественном учителе. И Христос вошел в лодку и возвратился обратно в Галилею. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Вот на этом заканчивается сегодня евангельское откровение. Оно действительно откровение. Для многих стоящих сейчас в храме это откровение. Откровение того, что реально мир зла существует и демонам удалось настолько помрачить разум людей сегодня, что они поверили, что будто бы этих демонических сил не существует. А мир живет сегодня по тем законам, которые установил Бог. И если Бог не попустит, не будет никакой войны, не будет никаких болезней, не будет никаких вирусов, но если Бог попускает, то это делается для чего-то, чтобы мы задумались, а как это могло произойти, что Бог попустил такой пандемии быть по всему миру. А может быть мы к небу стали реже смотреть, все больше в землю, все больше в эти гаджеты, все больше в телевизоры. Может быть поэтому. А может быть потому сегодня еще многие живы и здоровы, что чаще к Богу приходят, Бога славят, еще храмы наши наполняются людьми, и поэтому еще стоит этот мир. Поэтому дорогие братья и сестры запомним, что существует в мире Бог как творец мира, но существует и дьявол, существует свет и существует тьма, существует добро, существует зло. Есть ангелы божии, есть падшие ангелы, которые целым легионом могут вселяться в людей, которые потом и называются бесноватыми. И вот все Писание нам говорит, как же победить вот эти силы зла, прежде всего в самом себе, а потом в другом человеке. И никак, кроме как, говорил батюшка Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя. Хотелось бы в завершении просто обратить на очень важные уроки из прочитывания, дорогие братья и сестры. Это первое. Люди страны Гадаринской очень похожи на нас или очень похожи мы с вами, на людей, живущих в этой стране. Иногда мы тоже говорим, Господи, ты знаешь, лучше сейчас не смотри, что я делаю. Лучше пройди сейчас мимо, отойди, Господи. Я не хочу, чтобы ты видел то, что я сейчас делаю. И тогда мы похожи на Гадаринских жителей, которые не хотели оставаться рядом с Богом и не хотели, чтобы Бог оставался с ними. Вот если мы действительно задумаемся об этом, то ропот на Бога, а почему это, зачем это, а где это Бог, куда Он смотрит, а почему это происходит, это уже знак равенства между нами и жителями страны Гадаринской. Второе, если мы с вами проявляем неблагодарность к Богу за все, Господи, если ты так поступил, ты так попустил, значит, это для чего-то нужно мне, чтобы я задумался, поэтому давайте научимся благодарить. А для чего вообще это происходит, чтобы мы с вами немножечко к небу глаза поднялись, сказали, Господи, я не понимаю, вразуми, Господи, настави, Господи, спаси, Господи, и сохрани, Господи, чтобы ты хоть молиться начал, а то, что ты вообще и молиться-то забыл, у тебя все так было хорошо, у тебя бизнес не свиньи, у тебя свой бизнес, у тебя свой доход, у тебя как бы все хорошо, ты привык к некоему комфорту, и вдруг что-то происходит, Господи, ты что это такое попускаешь, отойди, отойди от нашей гадаринской страны, мы словно всем миром с вами уже одна гадаринская страна, Господи, не мешай нам брать от жизни все, и еще третье, мы похожи на гадаринских жителей, если полагаемся на свои силы, а не надеемся на Господа, на свои деньги, на свой бизнес, на свои дома и жилища, на свои карточки и свои доходы, у нас, ну как бы, есть такое, устойчивое или неустойчивое, есть, ну в всяком случае есть, есть, у кого-то того нет, а у нас есть, вот если мы говорим, нет, это мое, это наше, и на свои силы надеемся, еще заработаем, мы гадаринские жители, мы не просим Господа, Господи, благодарю Тебя за все, что Ты посылаешь мне, и все, то, что я имею, это от Тебя, Господи, от Бога все, почему тогда понятие на Иоанн Слатоустом говорил, слава Богу, за все, вот все хорошее и плохое кажется, а на самом деле ты посмотришь, оно хорошим обернется, оно обернется хорошим, ты только не торопись, благодари Бога и молись, жди, терпи и смиряйся, да что ж это за вера такая, то ли тут сразу махнул и все решилось, нет, христианство это другое, поэтому я хочу пожелать всем нам, дорогие, чтобы мы, как те, которые увидели Господа, которым Господь не только дает возможность оставаться без вот этих враждебных сил зла, но и тем, которым Он себя открыл, вот представляете, ни один из вас не пришел из тех, кто когда-то с Господом в реальном своем моменте жизни не встретился, мы с вами должны идти за Христом и этим путем, который Он нам открыл, я хочу напомнить вам только одни слова, которым закончу, которые вложены нашей Церковью в наши утренние молитвы, якоже ты, Господи, избавил меня от сатаны Льстиова, да, наипаче же поработаю тебе, Господу Богу моему, Иисусу Христу, во все дни живота моего, вот давайте мы оправдаем доверие Бога к каждому из нас, потому что Он в нас верит и бережет нас, ограждает нас силою креста, которым мы крестимся, силою церковной молитвы, которую мы собираемся вместе совершить, и силою той веры, которую мы с вами в сердце своем имеем. Я хочу пожелать вам, дорогие мои, крепкой веры, упования на Бога и на ту силу крестную, которая дает нам возможность отгонять от себя всякую силу зла.